Доброго всем времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас на видеоканале «Территория уюта» и я его ведущая Анна. Сегодня я вам предлагаю немного пофантазировать и я обращаюсь в первую очередь к прекрасной части наших зрителей, потому что речь пойдет о романтическом свидании. Лично для меня фантазия будет абсолютной, потому что я уже достаточно давно замужем и прекрасный трепетный момент вручения кольца на помолвку у меня уже давным-давно позади. Но я думаю, пофантазировать и вспомнить этот момент не возбраняется, не так ли? Все женщины мечтают встретить прекрасного принца на белом коне. В силу разных обстоятельств принцы у нас в основном ассоциируются с Великобританией, поэтому мы вспоминаем о традиции знаменитого «Five o'clock» и накроем стол для романтического чаепития. Официальная церемония послеобеденного чая была утвердена в 1852 году королевой Викторией. После того, как 12 годами ранее ее фрейлина, герцогиня Анна Бетфорская, впервые устроила себе такой перерыв между дневным ланчем и вечерним обедом. Сами англичане уже давно пьют чай из больших кружек, заваривая в них пакетики липтон, хотя классический «Five o'clock» предполагает подачу нескольких сортов чая. Сейчас мы отчасти постараемся последовать старинным британским правилам. Например, вся посуда должна быть из одного сервиза. Чай подается обязательно с молоком. Причем сами англичане до сих пор спорят, что, во что наливать – молоко в чай или чай в молоко. Это для них безумно важно. Изначально было принято сначала наливать четверть чашки молока, а потом уже заваренный чай. Якобы именно в такой последовательности они лучше перемешиваются. К чаю на специальной этажерке подаются кексы-сконсы с джемом и взбитыми сливками, и маленькие пирожные. А также – самая известная в мире закуска, придуманная Лордом Джоном Сэндвичем. Как ни странно, но англичане считают вполне нормальным сочетание чая и шампанского. И во многих пятизвездочных отелях этот парадоксальный дуэт очень востребован. Вот эти шикарные бокалы вообще-то свадебные, и сразу после использования их предполагается разбить. Но у нас случай особенный, так что и бокалы должны быть сказочно красивыми. Шампанское, надо сказать, тут очень уместно, потому что мы все-таки фантазируем на тему свидания. Ну вот я и рассказала вам о традиции английского чаепития, который называется «файфу клоп». Но далеко не всегда он приходится именно на пять часов. Эта консервативная, аристократическая традиция как нельзя больше перекликается с старомодной, но такой живой традицией предложением руки и сердца. А с вами была ваш уютолог Анна, и пусть в вашем доме всегда царит любовь, счастье и благополучие. До новой встречи! Субтитры подогнал «Симон»